МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Включаем третий микрофон и продолжаем поражаться тому, что происходит в стране. Хорошо, что вы снова в эфире. Очень хочется знать, что нас ждет в октябре. Хоть вы человеческим языком сможете объяснить, что происходит в стране. Вы горячо и искренне дарите нам тепло и надежду на то, что правда победит, и справедливость восторжествует. Так оно и будет. О паразитах. Здесь жизнь – конгломерат различных фобий. Мне лично одного лишь не понять. Как можно созерцать, когда страну вживую гробят и свой народ ограбить норовят? Начнем, разумеется, с главного. Имеется в виду вовсе не ИО и даже не премьер-министр, а сейчас о главном событии. И в связи со значимостью этого события хочется быть пафосным, былинным. Уж вы го и еси, добрые молодцы! Вот и дождались решения суда конституционного. И принял суд тот достопочтенный. Решение мудрое, очевидное. И гласит оно, государство – основной закон. Менять нельзя законом простым, органическим. Тут былини, казалось, и конец. А кто слушал – молодец. Согласно положению пункта 5 статьи 78 Конституции, глава государства обязан распустить парламент столько раз, сколько не избирается президент Республики Молдова в условиях предусмотренных Конституцией. Пункт 2. Положение статьи 78 полностью применяется в случае, если парламент распускается после досрочных выборов из-за того, что предыдущий парламент не избрал президента. 3. Парламент вправе развить в рамках закона о процессе избрания президента адекватный механизм повторных выборов главы государства, но лишь в условиях применения конституционных признаков. Учитывая принцип верховенства Конституции, парламент не имеет права через органический закон устанавливать никакое другое количество голосов для выборов президента, кроме тех, что предусмотрены в 78 статье Конституции. Но знаете, многих этот вердикт сильно удивил, а многих даже глубоко шокировал, не обывателей, политиков. Некоторые из них даже усомнились в конституционности вердикта Конституционного суда. Мол, Конституционный суд, не дав этой власти изнасиловать Конституцию, да еще и при помощи имитатора, ну, органического закона, нарушил тем самым Конституцию. Еще раз, Конституционный суд, не дав нарушить Конституцию, тем самым нарушил Конституцию. Вы что-то понимаете? Мне трудно поверить в то, что решение КС было принято исключительно в соответствии с Конституцией. Тут вообще много чего непонятного. Непонятна, к примеру, радостная реакция на вердикт Конституционного суда Либерально-демократической партии. Каковая партия, возглавляемая, напомню, премьер-министром Филатом, подписала вместе с союзниками по правящему альянсу запрос в Конституционный суд. Запрос этот, еще раз напомню, предполагал возможность изменить Конституцию органическим законом. Так, чтобы у правящего альянса хватило собственных голосов для избрания президента. И ставленник ЛДПМ, министр юстиции Олег Ефрим, представлял в Конституционном суде правительство, если шире правление, то есть сторону, заинтересованную в совершенно ином вердикте Конституционного суда. То есть по формальным признакам, по формальной логике, приветствуя решение Конституционных судей, либерал-демократы и Олег Ефрим и Владимир Филат выступили в роли унтер-офицерских вдов, которые сами себя высекли, причем сделали это с особой жестокостью и цинизмом. Любое другое решение по этому вопросу, по моему мнению, могло бы грубо нарушить Конституционную систему Республики Молдова. И у всех здравомыслящих людей после этого возникает вполне резонный вопрос. Раз юрист и либерал-демократ, целый министр юстиции Олег Ефрим сегодня заявляет, что иное решение суда могло бы разрушить Конституционную систему, ну почему тогда подписи либерал-демократов стоят под запросом в Конституционный суд с просьбой принять такое решение, которое, по их сегодняшним словам, могло бы подорвать Конституционную систему. Непонятно? Да не только нам с вами. Не для наших умов такие парадоксы. Но ведь даже ближайшим партнерам Филата по Альянсу, причем людям, которые даже с памятниками разговаривают и понимают вот это непонятно. Запрос в Конституционный суд был сделан на основе договоренности в рамках Совета между всеми тремя партиями Альянса ЛДПМ, ЛП и ДПМ. Мы все вместе это решили, а потом и мы, и вы увидели, что ЛДПМ, точнее господин Филат, не исполнил договоренности и начал проводить другую политику. Мы не респектили нашу правительство и выполнили другую политику. Тем более непонятна озабоченность некоторых представителей правящей коалиции состоянием Конституционной системы, степень ее возможной деформации, когда сам запрос, под которым и тут ГИМПу, пометьте у себя, Михаил Федорович, что я это произнес, абсолютно прав, подписались все компоненты Альянса, сам по себе нанес страшный удар по Конституционной системе и, в общем-то, пробил в ней серьезные бреши. Ведь в результате этого запроса у власти появилась очередная, ничем не оправданная пауза, в результате которой в нарушении Конституции эта власть получила крайне сомнительный формальный повод не организовывать выборы президента. Многие политологи вообще убеждены в том, что авантюра с обращением в Конституционный суд была затеяна Альянсом исключительно для того, чтобы еще потянуть время, не войти в губительный для себя процесс президентских выборов. А вот фигушки, как бы не так. Они явно рассчитывали, что Конституционный суд под них ляжет и примет решение, которое позволит им, изменив основной закон, избрать лупу президентов, сохранив свои, привыкшие к комфорту, зады в теплых и мягких властных креслах. Ну, как минимум, две из трех партий Альянса точно этого очень не хотели. А третье, ЛДПМ, тоже, небось, рассчитывала, но только с маленькой корректировкой схемы в результате жульнических манипуляций. С Конституцией президентом, по их логике, видимо, должен был стать не лупу, а кто-то другой. Ну, филат, к примеру. Но хорошо, что внутри Альянса была хотя бы вот такая небольшая разница в позициях. Пожалуй, это и позволило Конституционному суду не опасаться, что его прихлопнет бетонной плитой и, не выгадывая, не просчитывая вариантов политической мести со стороны власти, спокойно принять единственно возможное и действительно законное решение. А иначе страшно подумать, что началось бы. Завтра кто-то внес бы в основной закон-поправочку о названии языка, а послезавтра о статусе нейтралитета, дескать, не нужен, а послепослезавтра и о суверенитете не сбылось пока, во всяком случае. Но где гарантии, что отказ от родного названия государственного языка нейтралитета и пусть частично для начала независимости не произойдет в процессе принятия новой Конституции, о чем в последние дни так много и активно говорится. В любом случае, факт подрыва Конституционной системы правящей коалицией и так налицо. Продержав ГИМПу год в качестве ИО, а затем еще без малого год лупу, в том же качестве Альянс уже совершил акт глумливого надругательства над Конституцией и Конституционной системой. Нарушил в 2009 в декабре 2010 и нарушает до сих пор, так как в повестку дня заседания так и не был включен вопрос об избрании главы государства, как это предусмотрено Конституцией. Ну, вам что-то понятно? Да абсолютно ничего не понятно, коль скоро мы во главе страны имеем рецидивистов, которые с одной стороны ведут себя по принципу сгорела хата-гори-сарай, а с другой как бы задним числом из заднего прохода пытаются узаконить уже совершенные ими преступления против Конституции. Ну, кому в мире может быть до конца понятно, что авторы запроса в Конституционный суд исходили не из буквы закона, а наоборот из собственных нарушений этого закона плюс ссылок на некую напряженную ситуацию, сложившуюся как раз в результате того, что они нарушили закон. Вот полюбуйтесь, что они сделали, отказавшись избрать президента в двухмесячный срок, как того и требовала Конституция. Альянс стал исходить из этой данности, раз не избрали, раз нарушили закон, стало быть, это и есть норма. Или вот, в запросе в Конституционный суд черным по белому фактически написано следующее, раз мы не можем избрать президента, дайте нам изменить Конституцию таким образом, чтобы мы могли его избрать каким-нибудь другим меньшим числом голосов. Ну, я вам напомню, что они сейчас 61 голос, а они хотели 52. Вроде как должно хватить. И это, вот это, не попробовав даже хотя бы раз избрать президента. Ну, вот как можно утверждать, что ты чего-то не можешь, если ты даже не попробовал это сделать. Знаете, как в старом еврейском анекдоте, человек много лет ходил к стене плача и просил Бога дать ему выигрыш в лотерею. И в какой-то момент уже все люди воззвали Господу, Господи, ну дай ты ему выигрыш в лотерею. И вдруг разверзли с небеса и оттуда раздался голос, да я дам ему выигрыш в лотерею, ну пусть этот поц хотя бы билет купит. Так вот, от того, что власть нарушила норму закона, сама-то норма не изменилась и не перестала быть нормой. Но все они делают вид, что ничего такого не было, что все в порядке. Но ведь было и не в порядке, когда случаются сложные или кризисные моменты, единственный выход для власти в строгом следовании букве закона. Именно в соответствии с буквой закона Владимир Воронин в свое время день в день ушел с президентского поста. Хотя, как показывает практика, нынешних начальников мог бы этого и не делать. Но если бы Воронин в свое время не поднялся бы на высоту ответственности и не поступил бы в строгом соответствии с законом, это породило бы новые очаги напряженности в обществе. А вот этого он как раз не хотел. Но это бы произошло и причем главными застрельщиками в этом процессе выступили бы как раз те, кто сегодня в своем новом властном статусе вот уже два года вытирает закон, а конституцию свои дорогие лакированные башмаки. И ведь сами же постепенно пришли к тому, что поступать по закону было бы правильнее, ну как сказать, комфортнее даже для того, чтобы править. Ну вот что в запале заявил Михаил Гимпу о том, кого за кем следовало бы избирать. Я думаю, мы сделали ошибку тогда, когда начали выполнять соглашение о создании альянса. Надо было сначала избрать председателя парламента, президента страны, а уже потом премьер-министра. А то мы его выбрали, а он все переиграл. Конечно, в этой ситуации Гимпу вдруг напомнил Ельцина, не раннего, который слегка под шофеей на танке, а позднего, ну в более тяжелой стадии с его знаменитым не так сели. Но все ведь правильно сказал. Еще одну пометочку Михаил Федорович за меня. Но за исключением одной маленькой детальки. Это был не лучший, а вообще единственный конституционный вариант формирования структуры власти в стране. Единственный. В Конституции ясно указан механизм установления власти. Это выборы парламента, создание рабочих органов парламента, выборы президента, который затем выдвигает кандидатуру на должность премьер-министра и выражение вотума доверия программе, которую представляет кандидат на должность премьер-министра. Такой механизм применялся во всех парламентах республики Молдова. Сейчас у нас новый созыв. Скажите, нынешний парламент выполнил эти конституционные требования. А сейчас поздно, Миша, пить боржоми. Просто пора запомнить, что если ты скручиваешь Конституцию в бараний рог, то рано или поздно вслед за ней скрутит не только страну и общество, но и тебя самого поставят в несимпатичную и дурацкую позу буквой ЗЮ. Но не в коня корм даже идиоты учатся на своих ошибках, но наша власть надо полагать настолько умна, что даже собственные преступные промахи в качестве учебного пособия для себя не воспринимает. Ведь, казалось бы, решение Конституционного суда действительно поставило в попытках жульнически окольно объехать легальные нормы, чтобы удержаться у власти жирную точку. Казалось бы, этот вердикт высшего органа Конституционной юрисдикции внес окончательную ясность в то, как должна развиваться ситуация в стране. В любом другом государстве при любой другой власти решение Конституционного суда вернуло бы даже самый заигравшийся политический класс в русло закона. Ну, типа, поиздевались два года над Конституцией и хватит. Теперь-то все понятно. А именно, пусть и с катастрофическим, по сути, криминальным опозданием, но необходимо срочно организовать процесс выборов президента, а в случае неизбрания главы государства распустить парламент и организовать очередные внеочередные парламентские выборы. Так гласит закон. И это следует из вердикта Конституционного суда. Как бы не так. Это всем понятно, а им непонятно. И, соответственно, всем непонятно, почему они этого понять не могут. Или что, вернее, не хотят. Ведь с момента оглашения вердикта Конституционного суда и вплоть до вчерашнего вечера никто из них даже не заикался о том, что необходимо в свете вновь открывшихся обстоятельств в срочном порядке организовать процедуру выборов главы государства. Гимпу, у которого, как известно, что на уме, то и на языке, тот прямо заявляет выборы президента это досрочные выборы. А мы против досрочных выборов, ибо они представляют угрозу для Молдовы, поскольку главное, по мнению Гимпу, сохранение альянса, то есть у себя у власти и в качестве очередной альтернативы строгому следованию Конституции власть на глазах у изумленной публики реанимирует идею Конституционного референдума. Мы считаем, что надо поставить точку в этом кризисе, и если парламент не способен внести изменения или принять новую Конституцию, речь не идет о новой Конституции, а о совершенствовании существующей в соответствии с европейскими нормами. Ясно, что избрание главы государства голосами избирателей не пройдет сразу. Чтобы сохранить альянс, парламентское большинство предлагаем избирать главу государства парламентом после проведения Конституционного референдума. Понимаете, да? Выборы потом. Выборы президента потом, после референдума. Якобы для того, чтобы не бросать общество в склоку и напряженность досрочных выборов. А теперь скажите, чем, собственно, отличаются выборы от референдума? По форме это одно и то же. По нокау страстей, по неизбежному столкновению политических сил и различных сегментов общества тоже плебисцит ничем не отличается от выборов. Кроме одного, он гарантирует сохранение альянса у власти вне зависимости от результата. Так называйте же вещи своими именами. Год назад уже была затеяна афера с референдумом, которая, к счастью, провалилась. И теперь, как в известном мультике про волка, лупу в переводе, шо? Опять? Ведь предложения иных партий альянса от радикального предложения ГИМПу поначалу отличались исключительно лишь деталями, но все они в общем-то упирались в проведение референдума как альтернативы президентским выборам. Так демократы, в частности Дьяков, предложили вернуться к теме изменения одной единственной 78-й статьи Конституции, которая регламентирует избрание президента. И это при том, что в нашей Конституции вообще-то четко говорится, что она, Конституция, не может быть изменена на референдуме, а только в парламенте. А Венецианская комиссия Совета Европы это подтвердила, если кто-то не смог прочитать этого в своей собственной Конституции. Но поскольку некоторые европейские чиновники благосклонно закрыли на это нарушение основного закона глаза, власть год назад ввязалась в авантюру с референдумом и обломалась. И что сегодня? Во второй раз нарушать Конституцию, вынося на референдум тот же самый вопрос? Гимпу между тем напоминают, что у него в рукаве есть разработанный еще год назад проект новой Конституции, над которой тогда посмеялись даже ближайшие партнеры по Альянсу. Против этого проекта пока вроде бы выступает Филат, но и он не выступает против самой идеи проведения референдума по новой Конституции, которую, мол, еще предстоит разработать. Мы не можем утвердить проект Конституции, предложенный только одной политической партией. Мы должны создать представительную комиссию, утвержденную парламентом, как и положено. Нам нужно временно разработку функциональной Конституции. Мы не станем участвовать в дискуссиях, в которых выражаются лишь односторонние позиции. Нам нужен консенсус. Это уже довольно старый разговор с бородой, но вот опять приходится его начинать к нему возвращаться. Ну, почему, спрашивается, предыдущие власти, нынешние, признанные во всем мире, успешные, соответствующие всем мыслимым и немыслимым стандартам Конституции Республики Молдова, подходила вполне, а нынешним вечно временным она все время мешает, как физиология плохим танцорам. Есть на эту тему рецепт в старом-старом анекдоте о прогоревшем и обанкротившемся публичном доме. Чтобы дела пошли на лад, не кровати надо менять, а блядей. И, кстати, к слову, есть кого менять, если верить вновь сцепившимся в заочном поединке гимпу с филатом на извечную тему кто умнее, кто красивее. Что, кредко, кто грешен? Я считаю, что совершил ошибку, когда первым приступил к реализации договоренностей внутри Альянса. Сначала надо было избрать председателя парламента, потом президента, потом только премьер-министра. Тогда бы дела пошли по-другому. А так мы выбрали главу кабинета и он подминает все под себя. А вот если бы было иначе и премьеру пришлось бы подождать, он прикладывал бы усилия в поиске решений, зная, что главу кабинета только предстоит избрать. Но мы его выбрали и теперь он больше ничего не хочет. Подобный подход, по моему мнению, стал результатом переживаний ГИМПу по поводу сегодняшнего решения суда и выражает лишь его собственную точку зрения. Хочу вам сказать, что этот человек понятия не имеет, как руководить страной. Рановато господину Филату меня учить. То, что он премьер-министр отнюдь не означает, что он самый умный. У меня побольше опыта, чем у него и в политической жизни, и в управлении страной. Он думает, я не умею управлять. Думает, что никто, кроме него, руководить не умеет. Но это временное заблуждение. Подождем, когда у господина ГИМПу спадет температура, и не только она. И по возвращении из Бухареста созовем альянс и побеседуем без эмоций и тузов в рукавах, поскольку мы уже знаем цену этим тузам. Так что большой работы правительство не проделало. Я не принимаю и стиль управления Филата, авторитарный. Я выступаю за демократическую манеру управления. Потому я с ним и ссорюсь, потому что он не соблюдает договоренностей. Забрался на стул и решил, что все, он личность, которая все решает. Это просто неправильно. Потому мы и не выработали никаких решений уже на протяжении месяца. Нет, по своей сути, по содержанию эта собачня между ними вопросов не вызывает. Только в подобных столкновениях узнаем мы часть правды о наших правителях. И когда Филат заявляет, что ГИМПу, мол, не умеет управлять государством, и когда ГИМПу в ответ справедливо Михаил Федорович, третья галочка, замечает, что раз Филат такой грамотный управленец, то почему люди этого на себе не ощущают, они говорят правду, правду говорят, думая, что говорят правду только друг о друге, а на самом деле о себе, о власти в целом. Плохо другое. Выводы ей, этой горькой и очевидной правде, диаметрально противоположны. Ведь совершенно никому не понятно, почему сказав все это друг о друге, бросив друг другу это в лицо, обвинив друг друга в чем угодно, от тупости и неумения управлять страной до рейдерства, они сегодня открыто заявляют, что главной целью сложившейся после вердикта Конституционного суда ситуации сохранить альянс, спасти его любой ценой, как рядового райна. Конечно же, я настаиваю на достижении общего результата с сохранением действующего формата власти. Мы пришли к решению, что кандидат от альянса останется тем же, который выдвинут на пост нашим соглашением о создании альянса за евроинтеграцию 2. Мы должны думать не только про выбор президента, но и за сохранение парламентского большинства. Сегодня и вы видите, что без избранного президента работают госструктуры, так как председатель парламента исполняет обязанности президента как исполняющий обязанности. Но без парламентского большинства все закончится. Парламент не будет работать, правительство не будет работать. И в таком случае зачем нам президент? Кто нам даст президента? Ведь важно правительство и парламент. Значит так, пытаемся обнаружить в этом логику ясность, но увы, не обнаруживаем. Ведь если все, что они регулярно говорили друг о друге хотя бы наполовину правда, то альянс нужно не сохранять, а самораспустить, освободить от него население страны. Поскольку если верить тому, что они говорят друг о друге, он, этот альянс, опасен для страны и ее граждан. Но нет, они, отстрелявшись друг в друга из еще не проданной в какую-нибудь миролюбивую страну, находящуюся в состоянии замороженного конфликта вооружений, вдруг ни к силу, ни к городу делают совершенно не вытекающий из этой перестрелки, перепалки вывод альянс это наше все. И самое занятное, что с этим не поспоришь, альянс это действительно их все. Ведь только при нем они начальники, ведь только при нем, при альянсе ГИМПУ претендует на должность председателя парламента, уже побыв в этой должности и поисполняв обязанности президента. Если ЛУПУ вдруг как-то изберется президентом, то ГИМПУ снова станет спикером. И только при таком альянсе кукловоды кукловодят прямо из парламентского президиума. При абсурдной власти властвует абсурд. Ведь кажется, только у нас на политологическом уровне всерьез обсуждается дилемма, что лучше коммунисты во власти или мафия во власти с явным уклоном симпатий в пользу мафии. Разборка в маленьком Токио. Дай ему крошейка! Отдай ему! Ну, выходи слева! Он справа! Дай ему прямо вновь! Эй! Опа! Хочу вам сказать, что этот человек понятия не имеет как ругодить страной. Рановато, господину Филат у меня учить. Хватит с тебя! Теперь я здесь живу! Хочу вам сказать, что этот человек понятия не имеет как ругодить страной. У меня больше опыта, чем у него и в политической жизни, и в управлении страной. Ах ты еще дразнится! Таре, букашка, даракашка! Он думает, я не умею управлять. Думаешь, что никто кроме него ругодить не умеет? Подождем, пока у господина Гимпус падет температура и не только она. Ох, сдается мне, что кто-то нас поссорил. Тебе не сдается? Хм... Сдается, Карл. После представления! Как там больно! на сцену! На сцену! На сцену! И выкручиваетесь сами, как хотите! Ну! И никто не заикнулся даже о том, что ценность для государства, для нормального поступательного развития страны имеет не та или иная конфигурация власти, а прежде всего строгое следование любой власти закону. Соответственно, и угрозу для Молдовы представляют недосрочные выборы. Их в соответствии с Конституцией и рекомендациями Венецианской комиссии может быть сколько угодно, столько, сколько нужно для того, чтобы завершить полное формирование органов власти. И пока президент не будет избран, можно практически бесчетное количество раз распускать парламент. Так вот, угрозу для Молдовы представляют на самом деле недосрочные выборы, а игнорирование и регулярное попрание закона. Особенно, когда, как у нас, это делает сама особо ценная наша власть. Ибо пока страна держится на законе, на Конституции, у нее всегда есть достойный выход из любой, даже самой сложной и кризисной ситуации. Но поскольку власть у нас особо ценная, то она не особо запариваясь, практически дотопала до очередного критического рубежа, после которого она в очередной раз рискует стать нелегитимной. Об этом напомнил ей власти никто иной, как глава Конституционного суда. Если после 29 сентября не будет издан указ о распуске нынешнего парламента, по моему мнению, и в соответствии с Конституцией, все принятые решения после 29 числа будут неконституционными, то есть незаконными. то есть вы хотите сказать, что после 29 сентября произойдет узурпация государственной власти? Мы так должны понять. Можно сказать и так. Исполняющий обязан президента обязан 28 сентября 2011 года издать приказ о распуске. Если, скажем, изберут президента до 28 сентября осталось несколько дней, а изберут в ноябре, в октябре или в ноябре, но самое позже, до истечения этого года, три месяца, это как-то разумно вкладывается в понятие разумности и так далее, и так далее. Вот так вот. Осенняя сессия парламента должна открыться 29, а 28 парламент, если верить Думитру Пулбери, должен быть распущен. Будет ли он распущен? Да вряд ли. Это только в первый раз тяжело власть узурпировать, а потом все проще и проще, это вам любой узурпатор подтвердит, равно как любой другой преступник-рецидивист, особенно безнаказанный. И, конечно, можно поступить крайне не сдержанно, не политкорректно назвав главу Конституционного суда идиотом, как это сделали представители Демократической партии, но ведь повторюсь, от этого норма закона, тем более Конституции, не утрачивает свои силы. И есть одна проблема. Нарушая раз за разом законодательство, власть к этому постепенно привыкает, но общество, избиратели с каждым новым фактом нарушения властью законодательства начинает все меньше эту власть понимать, особенно, когда ему об этом сообщает такая видная личность, как глава Конституционного суда. На самом деле, ресурс, запас прочности, основанный на известном анекдотическом принципе трех конвертов, у любой власти, и у этой в частности, тоже не вечен. Так вот, до вчерашнего вечера никто из представителей Альянса вообще не задавался вопросом, а не попытаться ли в свете вердикта Конституционного суда поступить так, хотя бы раз, как велит основной закон. Не искать очередные уловки и ухищрения вроде нового референдума, а поступить как следует, а именно провести наконец президентские выборы. Ах, голосов не хватает? Так ведь оппозиция в лице ПКРМ предлагала варианты выхода из кризиса. В частности, обсудить кандидатуру внепартийного, авторитетного человека, всеми уважаемого, достойного занять пост главы государства. Но кто ее слушал, эту оппозицию, за которую вот уже много лет неизменно голосует какая-то плюс-минус половина избирателей? При чем тут, скажите, избиратели? При чем тут какая-то бумажка под названием Конституция, когда есть Альянс и его Библия? Соглашение о формировании Альянса, в котором четко говорится о том, кто и какой пост должен занимать. Так вот, до вчерашнего дня о вариантах как-то исчерпать возможности действующей Конституции для преодоления политического кризиса вообще никто ничего не говорил. И уж не знаю, что повлияло. То ли перспектива, описанная Дмитру Пулбери, вновь оказаться перед лицом общества с ярлыком узурпаторы и так неизбежная, то ли угроза ГИМПу эмигрировать в Америку, а ведь без него Михаил Федорович, снова ставим галочку напротив моей фамилии. Всем будет так грустно. Я приехал из деревни в этот крупный городок Очень трудно разобраться где тут запад, где восток Не воскребы, не воскребы А я маленький такой То мне страшно, то мне грустно То теряю свой покой Я карабкаюсь повыше А вокруг все тоже дно Неужели мне богатым Жизни стать не суждено Не воскребы, Не воскреба я маленький такой То мне страшно, то мне грустно То теряю свой покой Очень часто, очень часто задаю себе вопрос Для чего не понимаю черт меня сюда принес А вообще все просто Как в любой искривленной системе развития событий в государстве зависит не от законодательства а от келейного решения трех человек на сходке под названием Совет Альянса Каковой Совет вчера после долгих препирательств наконец-то состоялся И поначалу казалось, что на нем свершилась сенсация власть все-таки взяла и решила попытаться провести переговоры с оппозицией Причем впервые за эти дни возникла сквозная тема избрания президента Решение, которое мы приняли по выходу из конституционного кризиса в Республике Молдова учитывая решение конституционного суда состоит в том, чтобы пригласить партию коммунистов для начала диалога для разрешения этого кризиса ПКРМ и Воронин политические оппоненты а не враги и на благо государства для преодоления кризиса мы придем к диалогу Мы решили продолжить переговоры в рамках Альянса для поиска жизнеспособного решения реалистичного и легального и чтобы эти переговоры велись как в Альянсе так и в рамках диалога Альянса с парламентской оппозицией между Альянсом для интеграции европейской и оппозиция парламентарной Ай, спасибо Ай, спасибо что вспомнили впервые за два года обратили внимание что мы есть Ай, спасибо вот так вот с барского плеча встретиться нам предложили самую крупную фракцию в парламенте с самым многочисленным электоратом за спиной ура товарищи позвали советоваться с нами будут небось и бутербродами угостят хорошо спасибо баре куда вас за это расцеловать да не стесняйтесь говорите куда нравится и тут же все СМИ взорвались Альянс за евроинтеграцию сядет за стол переговоров с ПКРМ постойте отцы родные а у нас то спросили мы то сядем у нас что есть о чем говорить и практически сразу же выяснилось что Альянс хочет и рыбку съесть и за стол сесть мы парламентское большинство и мы диктуем мы можем принять либо отказать в каких-то действиях но президент не может быть другим кроме как тот который представляет парламентское большинство так во всем мире мы остаемся на той позиции которую объявляли и ранее необходимо чтобы этот процесс переговоров состоялся в рамках Альянса чтобы проверить все детали политического порядка но прежде всего речь о легальности решений чтобы быть в четком соответствии с законодательством и конституционными нормами и чтобы это решение было жизнеспособным на протяжении долгого периода времени которое приведет к сохранению формата власти соответствующая повестка дня в политике экономике и реформах и этот курс нужно продолжить ну и самое главное что вчера прозвучало если мол не договоримся с коммунистами а уже и Лупу и ГИМПу заявили что не верят в какие-то договоренности с ПКРМ заведем старую волынку о референдуме вот оно как то есть в данном случае речь идет не о том чтобы найти законное конституционное решение политического кризиса кризиса связанного с неизбранием или избранием главы государства а о том чтобы сымитировать переговоры с оппозицией и потом разведя руками сказать мол ни о чем ну ни о чем с этими коммуняками разговаривать и договариваться нельзя и вернуться потихоньку к прежнему узурпаторскому плану ведь на самом деле Михаил ГИМПу и Мариан Лупу четко дали понять что речь в данном случае идет вовсе не о переговорах не о поисках вместе с оппозицией некоего компромисса а в том чтобы заставить нас проголосовать за кандидатуру альянса то есть Марианна Лупу в условиях сохранения власти этого альянса ГИМПу же так и сказал мы власть мы будем им нам то есть диктовать и это говорит человек во фракции которого в парламенте 9 кажется депутатов и это он говорит партии которая обладает 42 депутатскими мандатами и это после всех ваших господа фальсификаций каково о чем на какую тему переговоры да и переговоры ли да и так ли происходят обычно настоящие переговоры понагнать камер показать людям телешоу а потом со словами но мы же говорили что коммунисты деструктивны потому что не хотят нам подчиниться лечь под нас продолжать издеваться над страной и ее законами не пойдет ПКРМ исходит из того что кандидат альянса на президентский пост в частности Лупу Мариан плохая неподходящая кандидатура что сам альянс и его правление губительны для страны поскольку за два года правления эта власть довела страну до такого плачевного состояния что ее могут погубить вдумайтесь даже бесконечные конфликты внутри самого альянса ведь пока власть собачится она и так не сильно работоспособная вообще бездействует позиция ПКРМ изложена в сегодняшнем решении пленума ЦК партии зрелиные противоречия и конфликты внутри альянса являются одним из самых серьезных факторов политической и социально-экономической дестабилизации в стране нужно признать что эта дестабилизация является прямым следствием формирования самого правящего альянса возникшего не в результате выборов а исключительно на основе сговора лидеров либеральной и либерально-демократической и демократической партии на основе предательства этими лидерами интересов своих избирателей в этой ситуации партия коммунистов не видит смысла в переговорах с эфемерным и дискредитировавшим себя альянсом и считает такие переговоры бессмысленными и безответственными с другой стороны партия коммунистов с сегодняшнего дня готова к переговорам с представителями и лидерами отдельных партий представленными в парламенте республики Молдова повестка дня этих переговоров может в себя включать как проблему решения политического кризиса равно как и определение новой стратегии социально-экономических преобразований в стране партия коммунистов считает что готовность этих партий полностью пересмотреть существующий формат политического представительства в руководстве парламента а также в органах исполнительной власти с учетом интересов избирателей ПКРМ будет являться достаточно конструктивной предпосылкой возможных переговоров переговорный процесс лишь тогда приведет к успеху если он будет начат с чистого листа с искренней заинтересованности в достижении общенационального консенсуса а не на основе попыток диктата в адрес самой крупной фракции парламента давайте еще раз на всякий случай ПКРМ партия коммунистов в республике Молдова готова к переговорам но не со всем альянсом а с каждой партией альянса по отдельности при этом искать решение которое бы окончательно узаконило нынешний формат власти коммунисты не будут начнем сначала уважаемые коллеги начнем как говорится в решении пленума с чистого листа если вы действительно хотите найти нормальное компромиссное консенсусное решение которое будет понятно всем и всеми принято а если вы опять станете давить диктовать подкупать нас это пожалуйста ну вот пожалуйста уже не к нам но есть вопрос а могут ли умеют ли по другому знаем мы про их методы одна только история с задержанным гражданином российской федерации писателем Эдуардом Багировым чего стоит ведь вдумайтесь Багиров которого уже несколько месяцев держат за решеткой по обвинению в организации событий 7 апреля в своем интервью заявил что целый ряд сотрудников прокуратуры МВД СИБа и назвав их фамилии заставляют его дать показания против Марка Ткачука депутата парламента республики Молдова члена политосполкома партии коммунистов причем показания на Ткачука по замыслу тех кто содержит Багирова в застенке и прессует его должны заключаться в том что именно он Ткачук и организовал оказывается апрельские погромы так вот Багиров делает эти заявления называет фамилии следователей прокуроров сотрудников службы информации и безопасности а это даже не комментируется больше того Багиров заявляет что делается это по приказу не кого-нибудь а ИО президента Лупу и Лупу молчит не говоря уже о полной абсурдности самой этой ситуации наконец-то нашли одного виноватого в апрельских событиях и им оказался гражданин России Багиров который 7 апреля в Молдове даже не находился у следственных органов в этом смысле есть выбор ну принцесса революции мораль Наталья но она почему-то не делит с Багировым тюремную пайку а ведет телевизионные ток-шоу фамилии людей активнейших участников погромов которых в результате собственного расследования установила сама ПКРМ прокуратурой не разглашаются это тайна следствия и уж точно они не находятся за решеткой кто-то из них заплатил условный штраф примерно за разбитое стекло но практически все они удостоены премии свободы виноватым пока официальным обвиняемым как минимум пока оказался писатель Багиров которого очень настоятельно просят в обмен на свободу и возможность уехать из Молдовы сделать виноватым еще более виноватым политика коммуниста Ткачука с которым Багиров оказывается даже незнаком В своем блоге вы утверждаете что незнакомы лично с Марком Ткачуком как тогда вы можете объяснить то что именно от вас добиваются показаний против него вопрос не ко мне и Ткачук и я являемся в той или иной степени людьми публичными и в принципе в масштабе Молдавии не так уж сложно выяснить знакомы мы или нет повторяю с Ткачуком мы незнакомы даже шапошно ну вообще смешно обвинять Марка Ткачука в организации апрельских погромов это примерно то же самое как обвинить Гимпу в том что он маршировал с красным флагом и интернационалом на устах в день 7 ноября по площади Великого национального собрания к своему камню и что-то знаете в последнее время стало многовато Ткачука на информационном поле ведь помимо нелепой попытки выдавить из Багирова показания на его причастность к организации событий 7 апреля много чего происходит вокруг этой политической фигуры скажем как-то вдруг из динамичного молодого современного и продвинутого политика он в некоторых комментариях и многочисленных комментариях все чаще стал оказываться ретроградом и врагом нет ну пока не рода человеческого но уже модернизации ПКРМ то вдруг СМИ взрываются намеками на том что в ПКРМ есть некий кукловод и адресно обращаются за комментариями именно к Ткачуку то вдруг требуют его на допрос в прокуратуру как свидетеля по делу о рейдерстве за невинный расхожий фразеологизм в качестве комментария к рейдерскому скандалу вор у вора дубинку украл сказал Ткачук и вот прокуроры как-то сразу же заинтересовались и решили выяснить какой именно вор у какого другого именно вора какую именно дубинку украл а до этого была история с бельским спортивным клубом панкратион который обвиняли пытались обвинить во взрыве гранаты на площади в день города Кишинева и тоже ребят прессовали на тему Ткачука мол заявите что это он вас надоумил что это он вам дал гранату вам скидка будет и это как-то все одновременно и очень концентрировано и настолько одновременно и концентрировано что очень сильно похоже на целенаправленную и хорошо организованную кампанию по-моему это очевидно как очевидно и то что исходит и управляется эта кампания против Ткачука на одного из одного единого центра которому подчиняется и генпрокурор и ИО президента для чего пытаются выбивать нас по одному начинали напомню с Воронина которого тягали на допросы в прокуратуру теперь вот дошли до Марка Евгеньевича Ткачука знаете Марк Ткачук не просто мой товарищ по партии по парламенту он мне друг к тому же я слишком хорошо знаю что такое жить и работать под прессингом это поверьте не просто и крайне неприятно и потому я бы очень хотел чтобы сейчас вот где-нибудь здесь на гостевой банкетке сидел Ткачук и я естественно с ним говорил на эту тему и меня поразило что вся эта развязанная против него дурная дурнопахнущая компания достигла прямо противоположного эффекта поскольку единственный комментарий от Ткачука который я уполномочен им огласить здесь звучит следующим образом ну правда он просил не дословно но тогда что-то потеряется поэтому дословно тоже меня напугали ежа голой жопой а вообще в поисках доказательств против своих политических оппонентов за несовершенные ими преступления которые они сами преступлениями не считают раз награждают за их совершение премии свободы власть похоже не интересует что в стране на самом деле уже давно а именно ну два года как одновременно с их приходом установился настоящий криминальный беспредел и очередное громкое убийство опять среди бела дня опять в центре Кишинева далеко не первое и очень боюсь не последнее мы пока это пока будет в центре Продолжение следует... Ну, неправильно говорить о смешном, скорее о трагикомическом. Но самое смешное или трагикомическое даже не в том, что сегодня наблюдаются явные попытки списать на убитого Иона Стратулата как минимум два резонансных трупа. И взорванного Суркана, и застреленного в упор на Рыжкановке Басараба. Это ж какой соблазн одним махом сразу три громких дела закрыть. Мертвые-то, как известно, сраму не ему могли бы пришить бездыханному трупу еще и статус дурлежского маньяка. Так бы и сделали, если бы могли. Но в конечном счете все, 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 все свелось к тому, благодаря кому был задержан единственный подозреваемый. Премьер говорит, мол, это ведомая мной полиция сделала его президента, мол, сдался сам, причем каким-то образом благодаря его, его вмешательству. Ситуация настолько смешная и абсурдная, что ее можно передать исключительно посредством анимации. Причем фактически не меняя слов фигурантов, пардон, персонажей. Прячутся преступники, всюду, здесь и там. Мы со страшной силою ходим по пятам. Экстренный выпуск новостей. В центре города совершено убийство. Очередное ограбление в столице. Маньяк орудует в пригородах. Зорвана еще одна машина. Одно из многочисленных преступлений будет раскрыто. Убийца сдался властям, заявили в Министерстве внутренних дел. Убийца был задержан по приказу премьера Филата. В рио президента Мариан Луфу заявил, что преступник сдался до задержания МВД по приказу премьера. Убийца просто зашел в отделение полиции, не намереваясь сдаваться. Неправда, я лично отправил убийцу сдаться быстро, пока его не задержали по приказу премьера. Хватит! Убийца мой хороший приятель, он мне позвонил из полиции, когда я сдавался, и сказал, что задержать его не успели, так что премьер здесь ни при чем. Это исключительно моя заслуга. Все, что происходит в стране, это заслуга премьера. Мы задержали. Нет, мы. Мы лучше. Нет, мы. Я красивый. Нет, я. Я высокий. Я кудрявый. Я... Ну... Заткнись! Ящик! Все прекрасно. Экономика растет, преступности нет. Мариан Луфу отправлен послом в Гондурас. А вот это уже не так смешно. Или вообще не смешно. Скорее, страшно. В заявлении одного из основателей либерально-демократической партии, а ныне личного адвоката Плохотнюка, то есть в любом случае человека близкого к альянсу, человека-альянса Виталия Ногачевского, который открытым текстом заявил, что вообще стрельба среди бела дня на улицах, трупы есть безусловное доказательство возврата к демократии. У нас криминальный бум, поскольку мы возвращаемся к демократии, и преступность снижается или равняется нулю, когда в стране диктатура. Ну, знаете как? Если у вас еще нет демократии, тогда мы идем к вам. Так что, так может начать переговоры с коллегами из альянса с разного понимания смысла слова демократия? Вот мы, коммунисты, например, считаем, что демократия – это когда никого не убивают, никого не грабят, когда люди живут в безопасности, в уверенности за себя, за своих детей, за завтрашний день. А они, те, кто нас пригласил вчера вечером на переговоры, как видно из этого вот высказывания, считают, что путь к демократии обязательно должен быть усеян трупами и залит кровью. Ну, чуть утрированно, но примерно, согласитесь, так. И если это так, то они действительно опасны. Если это так, то извините, но по этой дороге, господа, нам с вами не по пути.